всем большой привет добро пожаловать на мой канал сегодня как вы поняли из названия видео будет не влоговая не парфюмерная а косметическое изначально много лет назад я начинала свой канал именно на тему косметики фанатела по тональным основам теням хайлайтером и прочему прочему сейчас я редко снимаю косметические видео потому что у меня нет каких-то новинок в общем-то долго болтаю но покажу вам допустим какие-то повторки какие-то старички очень давние но захотелось мне поделиться с вами вот эта прекрасная корзинка которая показывала в одном из предыдущих влогов которые купила дочке но мне так она понравилась я понимаю что она и особо не нужна потому что у нас куча других всяких корзинок и я решила себе ее так сказать забрать и она такая текстурная очень приятная мягенькая но одновременно держит форму и я выбрала себе тут определенные продукты которыми уже пользуюсь какое-то время и давайте вам покажу что я здесь себе выбрала достала вот такой вот наборчик мне присылала кристина по моему продается все фара если я не ошибаюсь это набор для ухода за губами как видите здесь все что на картинке здесь масочка здесь скраб и какой-то бальзам наверное что-то такое вот это вот именно маска не знаю сколько стоит все это дело это подарок поэтому сейчас как раз сезон холодов сезон отопления когда на губы начинают очень сушиться сохнуть как это назвать буду пользоваться буду скрабить буду делать маски в общем достаю в активное пользование классная вещица большое спасибо кристине так дальше кстати берем конечно у меня тут кошка шумит на заднем фоне извиняюсь у меня тут огромная кружка с кофеем у меня утро я так пытаюсь взбодриться так что берите тоже чай кофеек такое болтологическое видео так что дальше я хочу показать наверное покажу тональные основы которые я выбрала себе наконец-то ушла жара и можно попользоваться тональными я вообще обожаю тональники у меня в свое время было очень много достала свой любимый сиси крем от люмине просто у меня уже не первый пузырек я понимаю что он просто пустой я понимаю что скорее всего мне надо его закончить и купить себе новый мне кажется он до сих пор еще в продаже если у вас представлен этот бренд по моему финский да или шведский но мне кажется все таки финляндия можно даже посмотреть до финланд не знаю я люблю этот бренд есть у них конечно и более дорогие уже какие-то позиции но этот в районе 13 евро по моему стоит я честно давно не подходила к стенду надо посмотреть вообще есть он или нет в интернете загуглить обожаю этот сиси крем я знаю что он очень много лет уже как известен кто-то уже про него и забыла не пользуется но если вы не пробовали и увидите попробуйте он легчайший у него очень красивое покрытие финиш очень красивый он такой слегка сатиновый что ли но не влажный как бы сияющий но не знаете не мокрый именно финиш как например у коллаген вот этот от enough в общем беру обязательно буду пользоваться его обожаю также вот этот вот взяла в пользование cover гелл skin milk тоже как-то увлажняющий тон fair light у меня оттеночек еще более-менее мне подходит зимой будет мне слегка темноват поэтому сейчас беру обязательно буду его пользоваться здесь тоже luminous финиш дюй мокрый в общем мне нравится тоже этот тон он легенький он прям прикольный также беру тон себе от essence pretty natural hydrating foundation честно не особо дружу конкретно с этим тоном у меня в двух оттенках есть 10 и в 30 кстати почему-то мне все время казалось что 30 мне темноват но вот я буквально им пользовалась и отлично мне он подошел а 10 очень очень светлый так так что вот такие у меня тут тональнички ну и так как я люблю тональники да и я достала себе что ваши четыре штуки еще один lumineum это уже у нас natural glow fluid foundation это такая такой флюид скорее возраст антивозрастной что ли я не знаю очень красивый финиш очень классная тональная основа понимаю почему ее многие любят хоть она не супер бюджетно стоит ну наверное за 20 евро точно не без не знаю мне ее тоже дарила подружка ей не подошла не отлично подошла очень сияющий финиш такой флюидный невесомый не знаю короче крутая вещица очень люблю возможно даже если у меня закончится я бы ее повторила просто ради такого приятного ощущения когда наносишь кожа выглядит такой молодой напитанные все вот это вот чего мы хотим не знаю достала вот эту свою штуковину потому что она у меня залежалась уже нет в продаже я покупала на ebay у меня прям новенькая но ее хватает на много-много лет потому что нужно по капле не знаю не могу ее советовать наверное потому что ее уже не продают хочу попользоваться просто пролеживает у меня также говоря о на тему губ сухих моих постоянных достаю вот такой наборчик у меня есть от блистекс тоже мне присылала кристина как это новогодняя даже коллекция в общем достаю нужно по всем сумкам пораскладывать у меня и помимо этих еще много всяких разных но хочется наверное мне уже открыть вот эту вот малиновую например да и вот эту в общем то все достаю буду пользоваться обязательно дальше консилеры я показывала в предыдущем видео консилер от wet and wild я решила взять от него паузу мне не нравится что когда у меня много всяких консилеров я пользуюсь только лишь одним остальные у меня новенькие лежат пролеживают в общем я решила взять в пользование все таки вот этот вот от риммель хотела сказать от тарт но это аналог да на тарт shape tape multitasker наконец-то начинает он быть более известен начинают его показывать я вижу он мелькает как-то когда он появился про него никто наверное и не знал поэтому он как-то не заслуженно забыть что ли беру тоже очень у него хорошая плотность покрытия но глазки конечно нужно хорошо увлажнять да этот у меня тоже здесь стоит инкогнито которыми тоже буду пользоваться и решила взять еще вот этот консилер тоже купила как-то его и забыла про него на фоне всяких остальных косметических продуктов это эволайн тоже довольно таки популярный консилер многие блогеры его хвалят поэтому я давно его хотела но это консилер такое не на лето вот скорее сейчас на осень мне кажется он самый раз тоже хорошо надо увлажнять глаза кремом под зону под глазами кремом чтобы пользоваться и не говорю что он подсушивает но он более плотный чем намного более плотный чем например вот этот но это совершенно две разные вещи этот меня получается наносить только пальчиком потому что он такой вот за счет своей плотности ему нужно разогрев такой под от тепла кожи в общем-то но знаете мне понравился он и оттенок мне подошел и вот пару дней уже им пользуюсь какой мне оттенок самый светлый 01 light так что действительно неплохой хоть и кажется что он более тяжелый но на самом деле он если пальчиком распределить неплохо перекрывает вот дальше ну конечно я продолжаю пользоваться своей вот этой пудры с алиэкспресс которая алоэ вера самая популярная просто пудра на алиэкспресс я уже говорила если наберете просто пудру для лица вам обязательно вот это высветится оттенок у меня 01 там всего три оттенка и знаете как обычно у китайцев корейцев либо очень светлый либо очень темный казалось бы очень-очень светлый но он офигенно подстраивается под тон кожи он не не выбеливает ничего я пользовалась все лето я наношу эту пудру и под глаза и на все лицо можно и более легкой кисточкой наносить я наношу более плотной кисточкой просто в меньшем количестве очень люблю продолжаю ей пользоваться и как-то все все остальные пудры у меня ушли на второй план даже мои любимые в этом wild даже какая-то у меня была еще в новинках а я уже даже какую-то отдала свекрови потому что вот я поняла что вот эта пудра мне очень нравится дальше 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 бронзеры и хайлайтер я решила взять только два продукта вот такие вот они большие довольно таки старенькие не знаю уже наверное их не продают да я там отражаюсь это revolution ультра бронз пользуюсь мне нравится этот бронзер сейчас осенью он такое можно им пользоваться как румяными на самом деле и как румяными как бронзером такое мульти таск вещь оттенок не рыжий не розовый не слишком холодные не слишком серый вот такой идеальный какой-то бежеватый оттенок на осень в самый раз для теплых макияжей очень нравится мне текстура нравится и все мне тут нравится ну и хайлайтер тоже из этой же серии про иллюминейт тоже решила как-то в более золотинку уйти он более такое не сказать что он рыжий ни в коем случае и не золотой и не желтый он такой цвета шампанского очень-очень благородный мне сейчас дневное освещение поэтому мне сложно показать ну кто знает тот этот хайлайтер знает и решила отойти немножко от своего сенс который мой любимый и взять в пользование вот эти вот два продукта так сейчас я минутку сделаю глоток так что еще мне попались мне опять таки что такое вот эти фойл тени от revolution тоже у них там линейка не знаю какие сейчас оттенки rose gold когда-то был очень популярный я просто достала не знаю буду ли обаловаться с ними или не буду но последние дни прям активно делаю какие-то осенние макияжи я вам даже кусочки уже готовы макияжа снимала вставлю во влог яркий желтый дело ну об этом чуть позже в общем то попалась мне в ящик я решила взять попалась еще мне вот такая тенюха тоже была линейка у к 3 с liquid metal и shadow очень популярная у меня по-моему один из самых популярных оттенков которые rose golden roses называется тогда очень модно было такой оттенок я не знаю никогда особо им не пользовалась потому что для меня они больше розовые все-таки чем чем rose gold я не знаю но оттенок очень красиво опять таки но более розовые такие припыленные розовые тоже достала может какой-то макияжик и сделаю может быть нет достала вот эту штуку но думаю что не смогу ей пользоваться хотела добить ее это база вот арт-деко но вот она у меня полежала какое-то время потому что я активно пользуюсь другой своей базы вот мэйбеллин color tattoo и понимаю что это уже пользоваться просто не могу либо она засохла либо что может сюда что-то надо капнуть может надо как-то ее подогреть и не знаю чтобы она подрасплавилась она такая в общем-то комками достается не знаю в чем дело раньше это была крутая база да и до сих пор очень многие именно визажисты даже работают на этой базе я знаю может просто она мне под засохла либо ну просто поменялось у меня отношения но баночка прекрасная не знаю мне очень нравится такая малютка малютка такие баночки и не выкидываю даже если у меня засох продукт внутри я обязательно я все это вы коварю оттуда выкину баночку на мой и например что-нибудь туда какой-нибудь пигмент или например какой-то продукт для губ туда положу бипантен какую-то мазь чтобы в сумочку бросить не знаю зачем вам данная информация такая мне тоже еще помадка здесь попадается ничего особенного ну и давайте перейдем глазам и потом там несколько продуктов еще станет так вот такая мне еще палетка лежит это radiance палет по моему все ее перестали девчонки продавать хотела я закупиться и сделать себе парочку запас потому что здесь есть здесь есть продукт которые продукты которые очень мне нравятся здесь есть три продукта да это у нас пудры оля аналоги на пудры от our глаз ну знаете этих популярные действительно очень хорошего качества и мне не нужно our глаз если у меня такая палетка есть вот такой вот здесь есть очень красивый хайлайтер нежнейший просто супер можно на все лицо наносить и более светлый вот такой вот есть хотя здесь мне кажется все таки есть какие-то микроскопические блестки может быть это сверху все-таки налет ну и есть рыжий для меня темные и не пользуюсь ну даже ради этих двух в общем то это старая вещица уже думаю многие знают я ее достала и хочу попользоваться дальше я достала вот эти две палеточки свои которые присылала мне машуля я показывала их в предыдущем наверное влоге не знаю в каком порядке что выходит просто активно делаю макияжи тут осенний не знаю как активно для меня активно не каждый день конечно но тут снимала парфюмерные видео и как-то хочется знаете таких оттенков вот прям эта палетка мне прямо шепчет конечно любая палетка может быть осенние это такое время года но не знаю но посмотрите но мне кажется это хотел сказать осень во флаконе осень в палетке просто осень в палетке самая настоящая осень посмотрите здесь и золотой вот кстати с этим золотым я делала макияжец очень яркий на веках отличная пигментация более бронзовый вчера делала вот с таким оттеночком это такое чуть-чуть с краснинкой очень хорошие матовые как для складки как вот этот оттенок вот этот или вот этот что еще нужно ну да они более теплые чем например я привыкла но выхожу из зоны комфорта так сказать очень мне нравится вот этот оттенок rock на камере он немножко не такой на самом деле у него очень вам объяснить очень у него есть такой бордовый пигмент в нем содержится казалось бы тоже оттенок не для всех потому что ну как бы я вообще боюсь часто красноты какой-то в тенях потому что да может сделать заплаканный вид он такой очень насыщенно шоколадно и вот что-то есть такое в нем ну камеры не передает наверное не красный пигмента как я даже не знаю как назвать короче обожаю эту палетку не знаю продается опять таки она или нет если вдруг где-то встретите смело можете брать бюджетные essence называется черепашка ты в моем кругу тарел ее иной circle 12 оттеночков просто спасибо большое машуле пользуюсь чтоб ты знала что мне не лежат они что я ими пользуюсь из каждый раз тебя вспоминаю еще вот такая палеточка мне так нравятся все эти упаковочки вот казалось бы даже больше чем вот этот весь пластик мне кажется вот это вот если аккуратно хранить где-нибудь ничего нигде у меня не трепется как бы и ну не знаю приятные приятные упаковки но очень качественный essence какие-нибудь например анастасия beverly hills все вот эти известные упаковки просто такие же и совершенно разные деньги да много я уже наболтала палеточка называется рома и тоже ей пользуюсь я меньше сразу признаюсь но потому что это меня в себя влюбила у меня так бывает если в какую-то в одну влюбляюсь мне вот хочется ее прям про юзать попользовать но здесь тоже я делала оранжевый макияж как-то вот с этим вот оттеночком прям вот прям потянула меня тоже вот этот классный коричневый здесь насыщенный глубокие здесь тоже можно именно эти персиковые сделать пользовалась еще летом как-то вот этим оранжевым матовым хоть он выглядит немного ужасающе страшно как бы имею ввиду типа надо быть таким смелым чтобы такое сделать но на самом деле он не такой супер прямо ядреный но можно из него выжать можно очень красивые матовые что им покажи нежные именно для складочки очень насыщенный белый шиммерный кремовый оттенок в общем тоже классная достаю буду пользоваться ну и дальше все просто здесь вообще ничего даже особо интересного какая-то неизвестная тушь я просто ее достала про то что ей не пользуюсь и хочу может быть чуть-чуть попользоваться и выкинуть мой фиксатор для бровей думаю что надо мне срочно уже искать продается ли он вообще еще если вдруг не продается надо искать ему замену и если продается надо прикупить потому что это мой любимый гель для бровей и наткнулась на карандаши для губ от nyx когда-то давным-давно покупала в самых известных оттенках видите да сколько я его использовала он был намного больше оттенок который нюд беш называется тоже сейчас пользуюсь активно и нюд пинг да эти карандаши я не знаю если в продаже или нет но они не испортились ничего с ними не случилось поэтому я достала и ими пользуюсь и для бровей сейчас использую вот этот вот карандашик от essence micro precise у меня оттенок black brown вот если был бы просто black я бы кстати тоже взяла но брови сейчас у меня покрашенном состоянии поэтому этот карандаш мне отлично подходит когда брови совсем стираются и без краски у меня очень светлый тогда я беру черный карандаш потому что у меня очень черные волосы вот очень черный и этот отлично мне нравится мне нравится что он тонюсенький правда все время приходится его выкручивать то есть ну вот пока рисуешь пол брови например вот если столько выдавлено то все этого не хватает и приходится уже вот постоянно его выкручивать хотя здесь очень мало продукта ну кстати заявлено что он водостойкий мне нравится именно то что когда брови у меня покрашены мне нужно буквально несколько штрихов сделать и удобно именно потому что он очень тоненький и можно варьировать как бы толщину нажатия и цвет соответственно как вам где вам больше надо где насыщенней где не насыщенней еще у меня тут какая-то старинная лежит палетка уже стерлась у нее название я не знаю сколько ей уже лет сделано в испании когда-то я ее очень любила и подобные продукты я все уже пораздавал и повыкидывала но эту палетку я не выкидываю вот у вас есть такие палетки девчонки скажите мне ради одного единственного оттенка который здесь есть и ну да 2 даже 2 но в когда-то я ее прям заюзала я делала прямо здесь крутые вот эти два оттенка практически синий серый и такой крутой болотный оттенок в общем-то очень они нежные и вот с этим оттенком синим вообще с этими обоями можно такие крутые забабахать смоки айс я помню когда-то в свое время я это делала прямо на все века ну знаете такой вечер не какой-то макияж в общем такая девчоночки у меня была косметичка не знаю не месяц и косметичка осени в общем косметика которая себе достала и прям активно сейчас я пользуюсь и продолжаю буду продолжать дальше такое было видео много наболтала надеюсь вам было интересно такие мои косметические поболтушки скажем так всем желаю в ярких красок доставайте косметику пользуйтесь красьтесь всем желаю всего самого хорошего спасибо что посмотрели подписывайтесь на мой канал мне это очень очень приятно девчоночки все всем пока пока